Жену ищу, конечно же, но, правда, очень молоденькие попадаются, а грех, грех. Надо исправляться, надо на улицу по стандарту, с коровушкой прогуляться, по деревюшке и всё найти. Короче, у меня у девчули там, понял, события, да? Можешь для неё стихотворение прочитать? Я говорю, пожалуйста, там, выбирайте текст, я без проблем, потому что, братан, я это не понял. Они там пишут эту душную, уберите, которая блондинка мерзкая. На чем я часто теребя, я много думал про тебя. Всем привет, это подкаст про тебя, меня зовут Екатерина Безубова. Меня зовут Оля Гульчак. И сегодня с нами, девочки, вы точно этого ждали, с нами сегодня Дмитрий Кравченко, поэт, блогер. Он крадёт сердца в рулетке. Дим, привет. Привет. Распиарили, можно, в принципе, на этом и финишировать. Да, мы ещё дома тоже выяснили, что у Димы хорошая нумерологическая карта. Мы знаем, что это сейчас актуально, девочки. Это важно. Это на заметку каждой. Она вот так где-нибудь выкатится, наверное, да. Тебе лучше сделать футболку со своей нумерологической картой. И пьер-кодом. Кстати, кстати, как вариант. Или закреп в социальных сетях. Сразу, да. Верхний пост, нумерологическая карта. Почему бы и нет. Так, мы сегодня, собственно, будем обсуждать тебя, подкаст про тебя одного. Расскажи нам. Мы все тебя знаем как поэта. Расскажи нам вообще, каково быть поэтом в 2024 году? Сложно. Сложно быть поэтом в 2024. Ну, мне полегче, чем другим ребятам. Но в целом, из-за того, что сам формат поэзии, само искусство, оно сейчас, а, не популярно, а, особо никому не нужно, то многие авторы испытывают большие сложности. Ну, вот, в продвижении себя хотя бы, даже если это взять. Потому что никто особо не слушает, не читает. И ребята сталкиваются с большими моральными сложностями. Если вот когда ты пашешь, 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 а выхода никакого нет. Выхлопа. То есть, не модно сейчас быть поэтом? Ну, я думаю, что да, правильно будет так сказать. Это не 60-й, не серебряный век, когда поэты могли собрать стадионы, лужники, быть звездами на всех газетах, на телевидении и так далее. Сейчас нет. Сейчас, если один, два, три человека есть у нас в стране, которых, ну, знают, вы можете сказать, назовите там какого-то современного поэта, и вам два, три имени назовут, и все, это потолок. Ну, а раньше было все, конечно, по-другому. Твое имя будет первым? Ну, я надеюсь, я надеюсь. То есть, нет, среди мужчин, возможно, среди мужчин, возможно, но среди девушек тоже. В основном сейчас вот женская поэзия доминирует. Юли Соломонова, Ахастахова и много-много других имен, которые сейчас уже, наверное, нельзя называть. Подожди, не подсказывай. Напишите в комментариях, каких современных поэтов вы знаете. Проверим, насколько у нас интеллектуальная аудитория. Не забудьте там указать меня. Как современного поэта. Да. Да, Катюша у нас тоже пишет. Да, да. Да, я читаю периодически в сторисах, она выкладывает. Да. Она еще проверяет, ставит ли кто-то лайки. Ну, как поэт, поэт он не ставит, а так в целом. Да, да. Да, мы просто спорили об этом. Оля начала говорить, что нет, ну, какая поэзия. Я не начала так говорить. Да, она говорит, ой, мы уже взяли этого Кравченко. Она все это сказала. Она сейчас не хочет. Нет, просто в моем пузыре социальном я знаю одну поэтессу, две, ладно, две. А как же без феминитивов? Поэтесса – это старый феминитив. Мы разбирали это до 2010-х, если уже слово было, то ок. А, да? Да. Просто именно в поэтической тусовке. В поэтической тусовке это звучит очень обидно. Да? Да, да. Даже девочки-поэты, они всегда называют «я поэт». И была Ахмадулина даже, там была ситуация, когда она скандалила, когда ей сказали «вы поэтесса», она «не смейте говорить, что я поэт». Вот, так что в этом плане. Ну, вот ту поэтессу, которую я знаю, Ольга Лишина, она вот называет себя «поэтесс» в том числе. Я не знаю, не знакома. Мы познакомились, читали лекцию по Ильфу Петрову, она сейчас продюсер в Альпина «Нонфикшн». Она вот полка, если видели сейчас такие издания книг с красивой обложечкой, селененькой такой. Там Таня Соловьева, главред как раз. Вот, вот. И мы вот с Ольцкой там познакомились. Вот, наверное, это у нее есть телеграм-канал. Я всех пропиарю. Да, и она туда выкладывает стихи. У нее прямо под стихи. Он, по-моему, так называется. Стихи Ольги Лишиной. А ты знаешь кого-нибудь? Ну, только тебя. Не, нет, из... Дам. А у тебя есть любимые поэты? Современные? Современные или не любимые? Ну, среди современных я всегда выделяю своих ребят. Вот из моего поэтического объединения абсолютно талантливые, крутые. Каждый из них уникален по-своему. А если брать классиков, то я рос на Есенине с Маяковским. Это прям вот... Коллега. Да, 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 да. Они очень сильно повлияли на мое творчество в самом начале. И даже сейчас они продолжают где-то отражаться. А вот два можно выделить. А дальше это уже началось изучение. Изучение сферы. И выделить кого-то одного дополнительно очень сложно. Потому что когда ты полностью погружен в какую-то вещь, ты набираешь, набираешь, набираешь опыт, и они у тебя все вот становятся как базой знаний какой-то. А можешь прочитать какой-то любимый свой стих? Есенин или Маяковского? Да. Прочитаю Маяковского. Очень любят, когда я его читаю. Послушайте. Но ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были, значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной. И, надрываясь в метелях полуденной пыли, он врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтобы обязательно была звезда. Клянется, не перенесет эту беззвездную муку, а после ходит тревожно, но успокоен и наружно. Говорит кому-то. Ведь теперь тебе ничего не страшно? Да? Послушайте. Но ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда. Ну, это лайк, ребята. Это мы сразу ставим класс. А вот с каким, может быть, поэтом ты себя ассоциируешь из поэтов прошлого века? Я, ну, так как изучал биографию многих авторов, от каждого что-то можно взять. Конечно, моя биография очень сильно там в каких-то моментах приближена к биографии Маяковского. Вот тот путь, который иду я, он где-то-где-то рядом идет. Но там творчество очень часто сравнивают с Леонидом Филатовым, например, с достаточно современным, можно сказать, наверное, поэтом. Вот. И с Исениным очень много сравнивают. Но вот именно жизненный путь, он больше к Маяковскому будет. А стилистически? Стилистически, благо, мне кажется, я уже выработал свой стиль. И сравнить с кем-то очень сложно, потому что люди, там, читая какие-то тексты без названия, они могут уже угадать, что это я написал. Вот. И, наверное, есть какой-то свой стиль. Но если пройти по начальному творчеству, то тут, как и у любого автора, у тебя происходит опыление от того автора, который ты на этот момент изучаешь. То есть я начал с Есенина, он где-то проскакивал, Маяковский проскакивал, Шестидесятники пошли. Да-да-да-да-да-да-да-да. И потом, соответственно, вот начал вырабатываться какой-то свой стиль. Представляешь потом у кого-нибудь будет проскакивать Кравченко? О, ну я очень на это надеюсь. Я очень на это надеюсь, что когда-то кто-то будет вдохновляться, там, глядь, через сто и такой... Я пишу, как это чувак, да. Было бы прикольно. А как насчет рэпа? Ну, как будто бы это ответвление... Она спросила, не смотри на меня. Ответвление? Ответвление поэзии? Нет. Нет, абсолютно нет. Но там же рифма. Ну, и в любой песне рифма. Вы же не говорите, что это поэзия. Ну, наверное, в любой песне рифма. В современных, конечно, сложно. Нет. Тут явление рэпа нужно рассматривать с точки зрения именно песни. В песне первое и главное — это музыка. Бит или что-то другое. Потом текст. Поэтому, то есть, если убрать и читать это... То есть, вы убираете из рэпа музыку и читаете это как стихи. И вы понимаете, что это не идеальные стихи, не выверенные, как это делает профессиональный автор. И тогда, ну, вы не можете сказать, что это поэзия, потому что, ну, шероховато, где-то пробелы, где-то ритм соскочил, где-то рифмы и так далее. А когда ты свои стихи пишешь, у тебя потом не возникает желания синтезировать это с музыкой? Нет, нет. Вот ты сказал, что рэп — это как музыка, да, больше связано. А здесь, когда ты пишешь, и ты такой, была бы песня хорошая. Конкретно так нет, но я иногда прям песни делаю. То есть, у меня какой-то мотив в голове западает. У меня вот второй... Сначала мотив. Да, да, да. То есть, сначала мотив появляется. И вот у меня вторая книга вышла, полное собрание, которая... Там есть отдельная глава прям тексты песен. То есть, я туда запихнул на случай, если кому-то вдруг захочется что-то написать. И тогда у тебя возникает мотив, и под этот мотив я уже пытаюсь песню создавать. Но именно чтобы стихи потом переходили в песню, нет. Нет, очень сложно. Очень сложно. Ну, вот, наверное, самый яркий у меня в голове пример возникает. Певец Сплин, Маяк, он... То, что они переделали Маяковского? Маяковского. Мне вообще не понравилось, если честно. Но я узнала об этом в школе, и я только благодаря этому выучила этот стих, потому что там очень... Ну, вот как раз-таки этот бит есть, размеренный, он чеканится. Да, табачный, воздух, выем, комната. И ты учишь, и я до сих пор ее... Она у меня есть в плейлисте, я иногда ее слушаю. В этом плане, то есть популяризация поэзии через песню, как возьмем того же Джонни, который буря, мглую, небо кроет, да, просто как бы я возьму кусок от Пушкина и спою его, почему бы и нет. Но с другой стороны, все прочитали, все прочитали буря, мглую, небо кроется, надеюсь, что хотя бы 3-4 четверостиш, а может быть и до конца. Возможно? Возможно. Круто, круто, да. Но в плане исполнения не скажу, что я восхищаюсь тем, как это есть. Но это интерпретация даже. Да, да. Это как... Ну, возьмем Ноиза, например, которая сделала «Сохрани мою речь» на Мандельштаме. «Сохрани мою речь навсегда» запрекусь. Ну, классно получилось, классно. Но это мне помогло взять целый текст и прочитать его, как же оно есть на самом деле. Ну, мы вообще так все стихи в школе учили. У меня брат всегда доставал гитару, и если ему надо было, он просто какой-то бит нарабатывал, на гитаре подбирал аккорды, и так учились все стихи. Да, но вы же не скажете, что это стало популярным, суперхитовым и так далее. То есть это какая-то кулуарная вещь, которая существует и имеет место. Конечно, да, супер, здорово. Но не в широком формате, как мы знаем, хиты. Хотя если вернуться в 60-е, 80-е, все песни, которые тогда были созданы, которые пели Магомаев, Лещенко, Кобзон и так далее, они все были созданы на стихи. Конечно. Вознесенский, Рождественский, Евтушенко и так далее. Это было очень круто. И меня очень сильно задевает, что сейчас никто не хочет работать в паре. А все исполнители, они сами пишут тексты. Ну, якобы. Или они позиционируют так, что они сами пишут тексты. А привлекать для этого профессионалов своего дела, как это делали раньше в советское время, сейчас никто этим не пользуется, к сожалению. А было бы, мне кажется, очень классно. Очень классно. Запрос во вселенную. Запрос, запрос, запрос. Сформировал? Да, да. А чье прочтение стихов из современных актеров тебе близко, тебе нравится? Я учился на Безрукове. Я учился на Безрукове, потому что я вот пришел в большую поэзию через Есенина, и, естественно, чтение Есенина, эталон — это Сергей Безруков. И я прям заучивал, вплоть до каждой интонации, и даже давал концерты, которые были абсолютно похожи на его спектакль, Есенин. Абсолютно. Но спустя время я полностью изменил всю эту подачу, потому что я как автор понимаю, что хотел сказать Есенин, и я абсолютно по-другому расставляю акценты, не так, как Сергей Витальевич. Вот. Я, ну, только спустя время к этому пришел, после того, как раз 15 прогнал эту программу, я понимаю, что нет, здесь не так звучит. Здесь я начинаю перерабатывать. Я сажусь, перерабатываю полностью звучание текста, и так со многими текстами произошло. Вот мне очень нравилось, как он читает. Из современных, я не знаю, кого вы хотите, в пример, Петрова привести, который очень хорошо. Я тоже только его вспомнила. Это, я что-то не расслышала ответ. Да, Петров хорошо по-актерски читает стихи. Да, да. Да нет, ну, слушай, я считаю, что очень сложно подать поэтический текст, если ты сам не пишешь. Очень сложно подать. С точки зрения актерской, что Сергей Витальевич, что Петров, прекрасно их подают. Вот это видео, где Петров читает отрывок «Вошла ты, резкая, как натя муча перчатки, замши» и так далее, пробивая на слезу. Ты все это смотришь, и ты хочешь делать точно так же. Но это актерская подача. Это чуть-чуть, чуть-чуть другое. Как мне кажется, с моей дилетантской точки зрения. Какой ты уж на сковородке. Нет, Никоненко еще классно Сергея Есенина читает. Сергей Никоненко, народный артист. Валерий Александрович Баринов, он к нам приходил несколько раз читать стихи. Замечательно читает Есенина. У нас был огромный зал, человек, ну, огромный для поэзии, да, на тот момент, это был 2018 или 2019 год. 60 человек у нас сидело, и Валерий Александрович, я еле-еле его затащил, говорю, «Валерий Александрович, зайдите, пожалуйста, мы с ним познакомились, такой, он такой, зайдите, почитайте, пожалуйста. Он такой, ну, я на одно стихотворение, буквально на одно зайду». И он заходит, он выходит, он читает первое стихотворение, и он понимает, что зал, ну, хочет, чтобы он дальше... И он 20 минут со сцены не сходил, Валерий Александрович просто читал, читал стихи Есенина, рассказывал какие-то истории, а в зал сидит. Вот так просто, ну, это вот классно. А сейчас есть какие-то литературные вечера, вот, чтения? У нас, да, вот у нас буквально несколько дней назад было мероприятие в клубе «Высоцкий», мы делаем раз в месяц там, и вот 120 человек нас слушало для... Ну, не меня, чувака, у которого там огромное количество подписчиков, а вот нас, поэтов, собралось 120 человек послушать, и это показатель, показатель того, что мы двигаемся в правильном направлении. Потому что я, например, вот нахожусь, опять же, в своем социальном пузыре, я вот даже так сходу и не скажу, если меня спросят, а куда пойти стихи послушать? А никуда, потому что не так много объединений, которые делают какие-то... Квартирники только какие-то. Да даже квартирников почти не делают. А если и делают, то это такие мероприятия, на которые стыдно приходить. Как бы я не любил там своих коллег по цеху, иногда ты приходишь на это мероприятие, и, как писал Есенин, читаешь стихи про статус, как мы с бандитами, зарешь спирт, потому что... С пандюгами. Да, невозможно там находиться. Крики, ор, поэзия, она подразумевает публику, которая знает, куда она идёт. То есть публика, которая приходит к нам на вечера, стоит со сцены раздаться какому-то звуку, все замолкают, потому что они слушают происходящее на сцене. На большинстве других мероприятий ты приходишь, где-то орут, где-то бармены неподготовленные начинают... во время чтения и так далее. У нас всё это отработано практически до мелочей. Бар знают, официанты знают. То есть пока кто-то читает, полнейшая тишина, чтобы люди сосредоточились на поэзии. Ну, как-то так. Ну, это сейчас вообще редкость, забрать чьё-то внимание. Девочки вот из стендапа, они прям жаловались нам на это. И Настя Веневитина, и Оля сама что-то. Да, мы когда выступаем, у нас прям ведущая отдельно проговаривает, закажите кофе сейчас, пожалуйста. Да-да-да. Очень сильно вас просим. Мы вместе были с Андрюхой Атласом на корпоративном мероприятии, ну, и обсуждали эту тему, и очень сложно даже... Ну, то есть мне казалось, что стендаперам, какая разница, на какую аудиторию выступать, всё равно шутите. Ну, то есть это не тот момент, когда тебе нужно сосредоточить внимание публики, чтобы она поняла стих, который ты хотел прочитать. А Андрюха говорит, что нет, ну, очень сложно выступать вот на аудиторию, которая ест и пьёт, потому что шутки вообще в тишину иногда заходят, а на зале с такой, с посадкой ДКшной, они разрываются. Я вчера буквально выступала, и там не очень удобно расположена сцена, потому что дверь справа, и, получается, заходили-выходили официантки постоянно, а люди, это вот ситуация, на арену выбежала кошка. А? А? Чего? Ну, они отвлекались как каждый вот этот выход, кто-то ещё там в туалет или ещё что-то заказать, и то, а? Я здесь, я тут, алё. Да, поэтому тяжело удерживать даже внимание даже сейчас. Что уж там. А если кофе, так вообще расстрел. Я считаю, вам не стоит расстаравливаться вообще ни разу, потому что я вот однажды была на одном закрытом мероприятии, где выступал Филипп Бедросович, даже там, даже когда король на телефон селфи ушли. Ну, тяжело сейчас, в принципе, чьё-то внимание удержать. То есть вот мы не можем ни одну задачу дома решить до конца, да, всё, ушёл человек десятилетний. СДВГ, болезнь 21 века. Да, сейчас ещё искусственный интеллект быстро развивается, и можно всё сделать, найти быстро. Ну, ты не затрачиваешь много времени, то есть я, если что-то кому-то пишу, там, надо вот это сделать. А, закинь в ИИ. Я такая, нет, я хочу сама. Ты, кстати, не боишься, что искусственный интеллект может заменить поэт? Никогда не заменит. Никогда. Нет. Нет, нет, вообще нет. Вообще нет, абсолютно. Почему? Ну, потому что искусственный интеллект не сможет душу вложить в поэзию. Культурный код. Поэзия — это душа, прежде всего. Написать текст в рифму с определённым ритмом может любой. Вложить душу в текст, чтобы это стало поэзией, могут только избранные. Поэтому... Ты избранная. Да. Поэтому тут как бы искусственный интеллект не потянет абсолютно. Абсолютно. Мне кажется, я отсюда уйду уже от состоявшегося поэтом. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Так что про зайков вполне возможно. Вполне возможно. Потому что там... Хотя нет, ну, в прозе тоже иногда такой язык, ты открываешь на бок, его какой-нибудь, начинаешь читать, просто пять страниц ты прочитываешь, и, ну, я не представляю, чтобы искусственный интеллект мог вот так же что-то написать. Нет. Ну, вообще, мне кажется, сила в культурном коде. Вот у меня много про филологию стендапа, и я хотела выступить на французском, и я думаю, дай переведу, а как ты переведёшь чин-чинарём? Ну, да-да-да. Всяк сверчок, знаю свой шесток. То есть есть что-то заложенное, что... Я попыталась писать на отстранённые темы, но у меня всё равно вложены какие-то вещи, которые, ну, просто... Ну, не объяснишь иностранцу. Разбери тексты Жо Досена от сердца русской женщины. Мне кажется, это будет бомба. Я однажды познакомилась так с француженкой на пляже. Я ничего, кроме Жо Досена, не могу воспроизвести. Это не мой язык, я его никогда не учила. Она была в восторге, мы 30 минут так общались просто. Ещё! Ещё! Не, ну это с поэзией же так же. Ты можешь воспринимать её только на языке, который ты знаешь. Потому что перевести поэзию на другой язык абсолютно не импасово. Только на своём языке, либо если ты носитель, ну, носитель какого-то другого языка, тогда ты поймёшь. Так, без шансов. А ты читал Ирину Адоевцеву на берегах Невы? Ну, я знаю автора, но нет произведения. Очень рекомендую. Ирина Адоевцева, она, для тех, кто не знает, ученица Николая Гумилёва. И она ходила за ним и всё записывала. И она написала где-то по воспоминаниям, где-то по мемуарам книгу про там и Ахматова, и Сологуб, и Гумилёв, и Маяковский. То есть она буквально была в этом времени. Да, она многих исследовала, про многих писала. Это гениальнейший. И я почему вот говорила за кадром, что мне кажется, что стендап — это новая поэзия, потому что я в моменте, там она рассказывает, какие-то у них есть вот эти вечера литературные, и там буквально есть, вот как у нас сейчас хекклеры есть у стендаперов, это люди, которые пьяные, выкрикивают, там перебивают. У них тоже вот были какие-то свои язвы, которые там... У нас есть такие люди, я не в курсе. Есть, есть. У всех есть такие люди. Да, у них такие были. Я вот подумала, блин, как сейчас похоже, очень много пересечений, что вот они там собирали зал, им рукоплескали, а кого-то там гнали в шею со сцены. Мне кажется, на моих концертах просто боятся так делать, потому что я двухметровый огромный мужик, и если что, могу встать, выйти со сцены и кому-нибудь двинуть. Дать. Либо там не наливают. Ты уверена? Нет, у нас наливают, наливают нормально, поэтому... Нет, просто я ни разу такого у себя на концерт не встречал. Нет, есть, есть регулярно и женщины, и мужчины. Но это смешно, потому что они подействуют на алкоголе, и, ну, меня это обезоруживает, потому что... Гадости кричат? Ну, что гадости. Иногда могут просто перебить. Там я что-то... У меня была смешная ситуация, я рассказывала про Приднестровье, что вот у меня была шутка, что мы 30 лет ждём признания. Какой-то мужчина выкрикнул. Не 30! Я говорю, нет, 30. Ладно. Просто ему показалось, что я не права, а он решил высказать это мнение. Вот. Ну, он понял, что я, наверное, лучше чуть-чуть знаю о своей родине, чем он. Чем он, да. Да, и поэтому, да, это всё как-то прекратилось. Вот. Но сейчас, кстати, много... Возвращаясь к стихам всё-таки. Интерпретации стихов. Мачете вот тоже, может, слышал исполнитель. Не, знаю только Мачете, нежность. Вообще красиво. Нежность и ещё одна. У него есть песня, которая тоже вообще душераздирающая. Ну, вот это тоже непонятно, как это назвать рэпом, поэзией, песней. К какому жанру это относится? Не знаю этого текста, не могу сказать. То есть, почитать, вчитаться в этот текст... Ну, вот та же нежность. Я знаю просто Мачете, нежность вот эту формулировку. Да, нет. Ты серьёзно? Да, конечно. Я тебе скажу так, если бы... Давай включим. Мне кажется, что... Я расплачусь. Мне лучше не ходить на подкасты, потому что, когда я начинаю высказывать своё мнение по каким-то вопросам, мне потом прилетает очень куча хейта. Если я не слышал до сих пор этот трек, а он очень популярный, скорее всего, я его послушал, и мне не зашло. Вот, скорее всего, скорее всего, так. То есть, я сейчас не воспроизведу своё мнение по поводу этого трека, но, скорее всего, если он очень давно существует, и он не у меня в плейлисте, то это не зашло абсолютно. Ну, такой-то внешний, да. Если классный текст, у меня всегда этот классный текст будет в плейлисте. То есть, если взять, например, Стима, рэпера, очень крутые тексты, безумно. Я знаю, как Ник работает над своими текстами, здорово. Там взять ребят из касты, их альбомы, когда они делали огромнейшая работа над текстом, и я очень там близко дружу с Хамелём, и я знаю, как они работают над текстом. Это адский труд просто. И это очень крутые тексты. Вот если взять их даже отдельно просто почитать, без рэпа, вот это можно сказать, что это поэзия. Мне у касты очень нравится песня «По голове себе постучи». Это песня, где вся рифма на «По голове себе постучи». Кажется, прилетели грачи, по голове себе постучи. Я её слышала, мне лет, не знаю, 8 было. Я думаю, это какая крута. Это Баста Наганова «Давай, давай». Там первый куплет строится на одной рифме. Я не буду её произносить. Второй куплет строится на другой рифме. Но это матерная. Тоже прикольно. Матерная вообще много чем прикольная. Матерная рифма. Найди его, привяжи его. А ты вот хотел бы, может, чтобы через какое-то количество времени тебя тоже цитировали? Меня и сейчас цитируют иногда, но для того, чтобы стали в каком-то таком широком смысле цитировать, я не знаю просто, что надо сделать для этого. И я не скажу, что, например, сейчас кто-то Маяка или Есенина цитирует прям фразами. Ну, то есть я читаю стихи про ситут, комбодит и бежарю спирт. Да, есть фраза, она вот как-то зашла, но что-нибудь другое вам на ум приходит из Маяка или Есенина, казалось бы, два великих столба поэзии. Но приходит что-то, вот что можно процитировать. Да, я вот всё время говорю... Ты филолог, это... Ну, блин. А ты поэт, да. То есть это чуть другое. Всё пройдёт, как с белых яблонь дым. Да. И то, потому что песня была. Нет, я вот именно из-за стиха. Я песню не знаю, какая. Ты просто молодая. Была же песня. Знаю... Ну, вот я это именно из стиха знаю. Я, на самом деле, Есенина, именно песни на его стихи знаю. Вот две. Заметался пожар голубой. И вторая, дай бог памяти, даже вот уже и не помню. Давай попросим тебя помочь. Друзья, напишите в комментариях, потому что мы потерялись. Я вообще сижу, молчу, потому что я кроме своих стихов и стихов Есенина и Диминах, ну, просто у меня там дальше уже... Ну, мы обязаны тебя попросить, прочти нам что-нибудь из своего. Из своего. Я прочитаю стихотворение, которое... У него предыстория такая. Мне, значит, иногда в социальных сетях пишут очень самоуверенные мужчины, пишут в формате «Брадам, привет!» Короче, у меня у девчули там, понял, события, да? Ты можешь для нее стихотворение прочитать? Это рубрика сейчас. Я говорю, пожалуйста, там, выбирайте текст, я без проблем, потому что, братан, я это не понял. Времени нет? Короче, слушай сюда. Она у меня красивая, умная, классная, я ее очень сильно люблю, но вот что-то такое. И я вот таким самоуверенным персонажем всегда отправляю один и тот же текст и всегда получаю один и тот же комментарий, «Моя, братан, ты про нее!» «Моя, братан, ты про нее!» «А ты что, с ней знаком? Да у вас там что-то было? Откуда ты это хорошо ее знаешь, да? Вот настолько!» Я вот сейчас как раз этот текст прочитаю. «Я люблю тебя такую разноцветную, разноплановую и разноформатную, за то, что разбужен губами рассветами, за то, что украден глазами закатами, за то, что на нервах моих, как на клавишах, играешь симфонии Баха, Бетховена. Ты мне, безусловно, и дико нравишься. И этим любовь моя вся обусловлена. И этим она на бумаге подчеркнута, в кавычки взята, на цитаты развалена. Мне нравится знать тебя тихо и чокнутой. Мне нравится быть с тобой сильным и раненым. Мне нравится пальцами мчаться по линии твоей аккуратно очерченной талии, знакомить тебя с Федерико Феллини и знакомиться с тем, как ты видишь Италию. Не верить ни в то, что живут все законами, ни в то, что твердят в новостях и на кабельном, а видеть, как прячется, ждет нас за окнами наш собственный мир для кого-то неправильный. Вот. И вот это стихополение, которое про нее. Это про нее. Это про нее. И каждая слушает и читает, думает, что это про нее. Расскажи вообще, как ты пишешь стихи? Может, кем-то ты вдохновляешься? Они просто приходят. Они просто приходят, и чаще всего это происходит, когда я собираюсь спать. Я ложусь, пытаюсь отойти ко сну, и все. И начинается просто поток сознания. Потому что когда выключается все окружение, все проблемы, все это самое, которые тебя достают, открывается это чистое сознание, как это сейчас модно говорить, и приходят стихи. И обычно перед сном, когда я очень хочу спать, и я понимаю, что я лежу где-то у меня между сном и огромным количеством текста, который крузится, и я понимаю, что если я его сейчас не запишу, я на утро уже ничего не вспомню. Я поворачиваюсь, беру телефон и начинаю что-то записывать. Прекрасно понимаем. Это ловушка дьявола, когда мне приходит какая-то мысль, я такая, да, я так запомню. Да-да-да. Белый лист. Я даже направление не помню, про кого она, про что она, о чем я подумала. Абсолютно. Но иногда ко мне приходит, через пару месяцев я такая, о, и вспоминаю, да. Буренька наказывает за то, что он тебе дает что-то, а ты такой, да-да, я все помню завтра. Просто сильно спать хочется иногда. Очень сильно. Но труднее, когда приходит музыка. И мне тогда приходится бежать куда-то, и там... И возвращаться обракать. А зачем бежать куда-то? Почему? Ну, потому что я всех разбужу, разбужу супруга, и... Ну, да-да-да. Все, вернусь. Что ты делала? Ничего. Ничего, да. Март вроде закончился, а Катя только запела. Ну, да. Замурлыкала. Ну, вот недавно мне рассказывали, что сложнее с музыкантами, с профессиональными, с композиторами, потому что, ну, вот, жены и дети, они привыкли к тому, что там батя или мама, ну, кто композитор, в любой момент может просто встать, начать наигрывать или что-то еще, и как бы домашние должны быть к этому максимально привычны, что вот такое может происходить в любой момент. С поэзией попроще. Ты там записал, надиктовал что-то и заснул. Со стендапом еще проще. Я иногда тезис на тему пишу, но это иногда... Я вот... Что я хотела сказать этим словом в фантике? Потому что это за послание в будущее было. Никогда уже... Ну, ты же, когда выступаешь, у тебя лист просто со словами, Да, да. Меня даже недавно попросили сценарий моего выступления, я говорю, у меня нет. Как нет? Я говорю, у меня все в голове. Ну да. Я просто вот помню и все. А иногда, конечно, я такая, о, еще такая шутка была. Это немного не дисциплинирует, потому что ты такой, а, я забыл полтекст. Вот. Но с другой стороны, я поэт. Я так вижу. Ну, альцгеймеры вам точно не грозит, понимаете? Вы себя обезопасили. Ну, я надеюсь. Кстати, да. Я надеюсь. Я Оля, если что. Нет, нет, это понятно. Смотри, мы на подкасте. Нет, оперативка работает нормально, а жесткий диск, он забит стихами и сложновато. Ага. Сложновато. Ну, какие-то фильмы, ты помнишь? Нет, я поэтому и люблю пересматривать. То есть... Не любишь, а просто необходимость. Ну, или так, да, или так. Но, с другой стороны, каждый раз классику и литературы, и кинематографа смотришь и кайфуешь с каких-то моментов. Я видела у тебя в сторис вчера Дженовезе. Да, Павел, Дженовезе, это их новый фильм про самоубийц. Это вообще просто топ, просто топ. Первый день моей жизни. Да, в 2023-м он вышел на российские экраны. То есть понятно, что он там у них вышел, в 2021-м, по-моему, если я не ошибаюсь. Но у нас его перевели, показали только в 2023-м году. Я его вообще всем рекомендую. Замечательный фильм. Дженовезе, если вы вдруг не знаете, что в современном смотреть, Дженовезе, все фильмы можете прям вот от первого до последнего смотреть. Крутая команда, актеры, ну, вот прям просто топ, просто топ. Молодцы. У меня вот такой вопрос. Вот раньше, да, поэты у нас были сердце крадами, сердцеедами. Сейчас как вообще реагирует женский пол на стихи? Вот какой образ у поэта создан? С чего вы решили, что раньше поэты были сердце крадами? Не знаю. Но откуда это произошло? Я вышла замуж со слезами на глазах, что это не Есенин рядом стоит. Так что... Ну, Есенин обещал отрекаться и не скандалить. Да, 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 да. Нет, ну, были, конечно, там, я не знаю, те, кто были звездами, они, по сути, были, наверное, сердцеедами. Ну, то есть Маяковский и Есенин в свое время, да. Там Евтушенко, Рождественский, которые были просто чем-то недоступным, да. Но возьмите Пастернака, Мандельштама, кого-то из... Пастернак краж. Краж, да, но он никогда не был сердцеедом, как ты его говоришь. У него было все в этом плане достаточно спокойно. Он ни по кабакам, ни во Францию за женщинами не ездил, чтобы перевезти их в Россию. Наверное, не так. Ты хочешь спросить, если ему нравится женщина, он такой, а сейчас я просто Есенину прочту или что-нибудь из своего. Она... Нифига, вообще нифига. Мы с ребятами проводили эксперимент с товарищем. Мы, значит, я говорю, пойдем ради интереса вот на часик, на полтора на улицу и будем знакомиться с девушками стихами. Вот я и подхожу, и там начинаю какие-то стихи читать. Как вы думаете, сколько нам удалось знакомств завести? Это в минус 20, Дим? Ноль. Ноль. Нет, в тепло. Я стояла на двух. Ноль. Пол вообще. Даже не разговаривали. Просто разворачивались и уходили. Не скажу, что поэзия сейчас... Вот если бы я подошел и такой, что там, у тебя асфальт 8 и что-то бросим. Говорят, одежду шьет, занимается стрипней какой-то. Нет, ну это бы еще как бы... Ну, сколько лет? Лет, когда они? Четвертый, пятый год, да? Он написал. Нет, а вот сейчас подойти, у меня... Ну, что-то из вот этого. Или там, Кадиллак, Кадиллак какой-нибудь. Эту сумку мне муж купил. Или вот это, да, 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 и все. Еще и сказать, что вообще-то это я. Это я написал. Ты знаешь, не верю я тебе. Вот сделай второй вариант эксперимента. Прочти и стасапку. Мы с Катей туда обратно ходить будем. И тебе еще и побьют. Например, если бы я написал пару хитов, если бы я сейчас написал пару хитов, которые бы попали в топ-чарты, и я бы просто прошелся по улице, меня бы уничтожили. Вот девочки возраста там 16-23. 16-23. Слушайте, я бы сказала, нелепая щенка мимо... Сейчас происходит эйджизм. Меня булит за то, что я другого возраста. Как много новых слов в одном предложении. Это еще не было репродуктивного насилия. Мы же сейчас его начнем над тобой. Вот. Ну, в общем, я к тому, что... То есть это не инструмент. Сейчас звезды не поэты. Поэты сейчас вообще не звезды. Сейчас звезды, вот попсовые исполнители, ребята. Ну, мода циклично. Я надеюсь. Сто лет прошло. Я надеюсь, что как раз что-то придет. Ну да, сейчас, наверное, больше всех на волне певцы. Мне так кажется. Они и были всегда певцы. Но и поэты где-то шли параллельно. Ну, возьми 60-е, 80-е. Магомаев. Он выстраивались... Ну, даже посмотреть сериал, который выпустили, там достаточно хорошо исторический срез идет. Ну, реально выстраивались очереди у гостиницы, чтобы просто увидеть его. Так же, куда-то Евтушенко приезжал. Все знали, что это Евтушенко. И выстраивались очереди для того, чтобы... А там, или скажите что-то, или там... Ну, вот сейчас такого нет. Но если приедет какой-нибудь... А как ты думаешь, с чем связан упадок интереса к стихам? С появлением интернета – раз. Со снижением уровня культурного образования – два. Это 100%. Надо как-то популяризировать. Мы сейчас очень глубоко и философски... Я просто вспоминаю очереди. Точнее, женщины, которые меня чуть не затоптали, когда мы были с Anthony UI на мероприятии. Это блогер, который рассказывает про книги. Толпа девочек. Они пытались его разорвать на части. И только я, впервые его увидев, знала, что он будет, мы договаривались. Я поняла, почему, зачем они это... Возможно, это зависит от аудитории, потому что у меня аудитория 35+. И после концерта, если ко мне приходят, это очень взрослая аудитория, после концерта вся эта аудитория, там 200-300 человек, они все стоят в коридоре и все ждут, чтобы потрогать, сфотографироваться и так далее. Но вот этот формат разорвать артиста – это, наверное, больше про молодежную аудиторию, скорее всего. А может, еще связано это с тем, что сейчас поэтов стало меньше. Да. И этот, ну, сам жанр стал непопулярен, а все так или иначе, кто в шоу-бизнесе находится, они гонятся за популярностью, потому что она приносит деньги. Вот поэтому, а поэзия-то... Мне кажется, у тебя нет запроса, чтобы тебя разрывали на улицах. Но ты уже подростый, взрослый мальчик. Тебе оно надо вот это? Ну, вот, да, как бы, зачем? Зачем? Да, надо. Да, надо. А вот она врет, я хочу этого. Да-да-да. Блин, ну, мне кажется... Нет, оно прикольно. Оно, наверное, прикольно. То есть прикольно все новое. Мне, как автору, то есть я люблю ходить в заведение, наблюдать за людьми. Я люблю делать какие-то... что-то новое, чтобы понять эти эмоции. И когда я создаю там прозаическое или поэтическое произведение, я плюс-минус знаю, что мог герой чувствовать, например, в этот момент. И поэтому, вот, может быть, опыт разрыва вот тебя аудитории, он тоже как-то нужен, чтобы пережить это. Понять, могу я это пережить или нет. Там, как артист, вот, медные трубы эти. Ну, не знаю. В любом случае, это неплохо. Но в твоих YouTube-роликах там же прям маленькие девочки лет по 17, в 18 у них случается истерика, когда они понимают, что это ты. Они начинают друг друга. Это он. Да. Знаешь, как это работает? Мы были в кинотеатре, на премьере в Моспельномском кинотеатре. И выходим на улицу, стоит группа подростков, человек 10, наверное. Стоят, курят, что-то общаются. И я девочке своей пиарщице говорю, давай протестируем. Я подхожу к молодежи и говорю, ребята, вы поэзию читаете? Они такие, нет. Я говорю, классическую. Ну, там, Есенина в школе. Я говорю, а в интернете, может, вы что-то видели с поэзией связанной? Они такие, да нет, не особо. Я открываю свой ролик. Я говорю, пока зовут, это видели? Они, а, ну да, вот, мы с поэзией смотрели. Да, чувак там поэзию читает. Я беру и делаю вот так. И у них случается истерика, потому что они сопоставляют, что это я. То есть вот этот образ, который создан в интернете, который все видят, там, огромные миллионы просмотров в ТикТоке и так далее, они же видят вот этого чувака, не меня, который... И поэтому нет, может быть, вот этого разрывного эффекта. Ну, смотрите, у нас же у многих вопрос, а кто это с нами тут сидит? Я понимаю, вы, сколько можно... Вот же, вот же кто. Вот же он, вот же он персонаж, который... Всем привет. Здравствуйте, меня зовут Геннадий. Я здесь с вами. Верни Гену, подожди, мы не договорились. Не договорились, давай, давай. Что ты там в этой рулетке ищешь? Ой, да слушайте, ну, как вам сказать-то? Жену ищу, конечно же. Ну, правда, очень молоденькие попадаются, а грех, грех. Надо исправляться. Надо на улицу по стандарту с коровушкой прогуляться по деревюшке и все. А тебя не узнают без... Да, да, без этого, ну, как бы больновато. У нас тут было приспособление специальное, которое помогло под это делать. Нет, без этого, без этого, ну, узнают люди, которые прям очень много смотрят, прям подписаны, если и в другие социальные сети переходят, и они пару раз видели, как я в реальности выгляжу. Тогда да, тогда да. Есть некоторые опасения по поводу того, что можно стать заложником образа. Не хотелось бы, конечно. Но так как это не просто образ, как-то там у Стаса или у еще каких-то других ребят, блогеров, то есть просто образ. У меня всегда есть поэзия за спиной, которая даже если образ уйдет, поэзия останется. Ты про Круглицкого у Стаса? Просто класс, Стас просто класс, да. Вот у него же образ, насколько я знаю, ему очень тяжело уйти от этого образа. Мне кажется, это решается придумыванием еще одного образа, нет? Но это все равно, ты живешь в образах. Ну да, да. К тому же Миша Голостяна, было очень трудно уйти от его образа. Ну, он рассказывал это в интервью, вот этот армян... Джорик ТВ. И от Джорика точно так же, да. Ну, от многих этих образов, которые вот все считали, что братан, там, хе-хе-хаха, маленький смешной армянчик, которого можно тискать и так далее. Ну, вот у него был условный ЗКВ на такой образ. И он же говорил о том, что я очень долго пытался от этого уйти. Ну, вот Оля Картункова тоже, она в КВ не всегда играла таких скандальных, конфликтных женщин. И она на одном интервью расплакалась, говорит, я, может быть, хочу драму сыграть, а мне все время дают какую-то злодейку комедийную. Ну, она же профессиональная актриса Тюза, Пятигорского, насколько я помню, да. Вот они вместе с Катей, со второй девочкой. Маргунова. Да, с Маргуновой, насколько я знаю, вместе. В Тюзе были. Ну, ты с Геной хочешь уже поговорить или... А я с Геной всегда... Понимаешь, Гена — это я. Просто лет 15 назад. Я же из маленького южного города. Расскажи. Я раньше так и разговаривал, в принципе. Ну, расскажи. До тех пор, пока там не начал работать на телеке, на радио, и меня моя коллега Аня Ивашенко, она просто не вытянула в нормального человека. Я до этого так и разговаривал примерно. И у нас так все очень многие разговаривают. Я домой приезжаю. А он очень талантливый. Да. И у меня, ну и батя и протягивает, и гэ, гэ, гэ. То есть это стандартно. Просто я в какой-то момент начал от этого уходить. И все. И поэтому Геннадий — это просто такая фарсовая версия меня. И все. Поэтому и сложности быть в нем или уходить из него тоже никакой нет. А как ты решил его визуализировать? Как была идея? Случайно произошло. Тогда еще ТикТок был. Я вел прямые эфиры в ТикТоке, читал стихи. Потом они добавили возможность батлиться подписчиками. Ты мог к случайному чувачку подключиться и начать там батлиться. Я всегда подключался, читал стихи. Людей было мало. Ну, не все любят просто слушать стихи. Один из кто-то в чате пишет. Су, ты же актер, давай что-нибудь сделай прикольное. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я думаю, ну, приколимся, притворимся там дурачком каким-то. И мы подключаемся. Я же такой, типа, дурачок. И хиха-ха. Потом начинаю нормальным голосом читать стихи. И это людям очень зашло. Увеличились онлайны. Подписчики начали расти. И ТикТок закрывают. И все. Я опять впадаю в жесткий депресс. Потому что только у меня начало что-то получаться. Там полмиллиона мы пробили на ТикТоке. И все закрывают. И я не знаю, что делать. Месяцев 8 я, наверное, просто сидел вот в таком состоянии. Ютуб я отрицал полнейше. Насколько можно отрицать. Я его даже не смотрел. Сейчас единственное, что я смотрю, это, наверное, Ютуб. Вообще даже не смотрел. И в отчаянии сидел дома. И думаю, запущу-ка я на Ютубе. И как раз кто-то мне выпал из чат-рулетки. Из коллег из ребят. Ярик Бро, по-моему, кто-то. Я думаю, попробую и я. И я уже тогда подумал насчет персонажа, нацепил шапку, запустил. В первый эфир у меня там было 50-60 онлайна. Я проанонсировал в своих соцсетях, кто-то зашел. Второй эфир у меня было 300 онлайна, а третий эфир 3000. Ну и все, и понеслось. Круто. Но мне кажется, если придумать несколько таких образов, то все равно будешь прослеживаться в них ты. Будешь узнаваться. Мне сложно придумать эти образы, потому что контраст голоса и стихов, он возможен, ну вот, грубо говоря, либо быдло, которое будет читать потом красивые стихи, но тогда голос не будет меняться. Либо деревенщина с таким высоким голосом. Либо ботаник у меня есть персонаж, который я просто не развиваю. То есть он у меня есть. У меня есть учитель литературы такой, который... Здравствуйте, да, я вот... А можно я... Есть такой персонаж, да. Но он не особо, не так, как Геннадий, стал народным. Почему? Может быть, маменький сынок цепелявый. Или маменький сынок цепелявый. Но в чат-рулетке оно очень быстро читается, что это, скорее всего, образ. То есть Геннадий — это вот что-то такое уникальное. Срез людей, которые сидят в чат-рулетке. Узнаваемые. Вот такие странненькие, да, которые могут выглядеть вот так. И он в народе. Ну то есть вот многие в нем узнают себя или своего соседа, или еще кого-то. И поэтому он как вот... Это свой чувак. У меня концерты приходят, типа... Ну точно так же. Типа, братан наш, да, класс, давай-давай-давай. А если взять, например, Торненьки, вот парня, он в «Голосе» участвовал, в «Квейне». Ты знаешь, что это Торненьки, да. У него, что круто, у него кавказская внешность. Он может быть и гастером, и итальянцем, и еще кем-то. И поэтому у него гораздо шире было образов в этом плане. И они все заходили к нему. То есть не возникало вопросов, что есть какая-то фальшь. Когда он там делал гастера, итальянца, дубайского какого-то шейха и так далее. Не возникало того, что это фальшь. Если я буду это делать, пытаться даже из кавказских миродакций разговаривать, кто-то это умеет делать, будет чувствоваться фальшь. И люди будут сразу выкупать. Ну, мне кажется, ботаник все еще может иметь право существования. Ну, все равно я бы поискала. Архетипов же вообще полным-полно. Можно себе какого-нибудь выбрать или, не знаю, отца какого-то. А что, если мужчине в таком возрасте уже не хочется быть шутом? Я не считаю, что это шутовство, скажем так. Это актерский какой-то труд. Ну, люди же выходят на сцену до 102 лет и играют каких-то... Просто персонажи меняются. И, наверное, в какой-то момент просто Геннадий станет культовой в такой вещи, Который я буду просто периодически возвращаться до того, чтобы там повеселить народ, грубо говоря. И я очень надеюсь... То есть моя изначально какая-то цель была? Привлечь внимание к поэзии. И то, что есть Геннадий, юмор, чат-рулетка и все остальное, основная это поэзия. И я хочу, чтобы люди знали меня как поэта. Не как Геннадий, не как еще кого-то, научить литературу, а и меня, Дмитрия Кравченко, который пишет стихи, который занимается популяризацией сферы, которая сейчас мертва, грубо говоря. Вот это самое главное. Поэтому в идеале я, конечно, хочу отойти от шуток, приколов и всего остального. Я уже достаточно аудитории привлек для того, чтобы, мне кажется, можно было двигаться в другом направлении, развивать какие-то альтернативные вещи, связанные с литературой, с творчеством, с поэзией, неважно с чем. Ну, то есть Геннадий такая актерская задача, но при этом он выполнил, он привлек аудиторию. Получилась такая уникальная коллаборация поэзии и юмора, которой раньше не было. И, к сожалению или к счастью, я не знаю, сейчас до сих пор никто не может это повторить, чтобы это было настолько. Потому что если бы, возможно, развилась конкуренция, я бы начал дальше быстрее расти. Вот поэты обычно, вот ты сказал, есть романтизация, но все равно есть и стереотип, что поэты хулиганы и бунтари. Вот ты в чем-то бунтуешь? Ну, стереотип, стереотип. То есть это не про тебя стереотип? Я просто не знаю, что можно назвать бунтарством. Я сам по себе, у меня этот типаж и характер не бунтарский. Да, ты мягкий. Да, по большей части. Возможно, это обусловлено тем, что я огромный и здоровый и много лет занимался профессионально спортом, и он тебя все равно заставляет себя очень сильно контролировать. А как же вот это втащить кому-то случайно? Ну вот, я же никому не втащил. Я, наверное, в жизни один раз дрался только всего лишь. Что, и даже официанток не кусаешь по выходным? Ох, как меня этот персонаж... Я же, какая? Как меня этот персонаж... Что? Этот. Дорогой, наш калагривый. Да, светило. Ну так что? Так что? Светило, да. Ну, больной человек, ну что сделать тут? Дошла до меня инициадерская информация, что есть некоторые проблемы у него со здоровьем ментальным. Вот поэтому вот такие происходят. И даже против этого не бунтуешь? Ну, а смысл? Ну, как это добря. Я, у меня, понимаешь, как поэт живет? У меня всегда каждый день что-то в душе бунтует. Но если я... Я могу в любой момент превратиться в этого чувака, который будет записывать сторисы, да вы все твари. Вот поэтому, вот поэтому, вот поэтому. Вот мне не нравится здесь, вот здесь несправедливость. А у меня обостренное чувство несправедливости. Я от этого страдаю безумно. Вот здесь вот здесь не то. Ну, что это даст? И кому это что даст? Никому. Я внутри себя это как-то стараюсь сдерживать, переживать. Это помогает дополнительные какие-то темы в поэзии рождать или в прозе поднимать. Плюс, ну, я, наверное, не являюсь тем инфлюенсером, который вот мог бы что-то вот так говорить, и что-то бы как-то бы это мир меняло. Если бы я дошел до того уровня, когда я могу говорить, и это будет менять мир, здорово, круто, я буду это делать. Мы верим, что ты дойдешь. Я очень хотел бы дойти. У меня же есть текст, типа, измените мир, что нужно менять мир. И если вы можете это делать, пожалуйста. Расскажи нам, ты не в отношениях уже больше года, я ничего вычислила. Да, ну, год, где-то год уже, да. Я не удивлена, что она все вычислила. Да, примерно, да, где-то год уже, да. И ты можешь официально сказать «я в поисках». Да, да. Конечно, такая штука, которая становится наркотиком, но да, да, я свободен, я в поиске. Если у нас есть какие-то юные поэтессы и не юные. Не надо, зачем? Подожди, мне нужна поэтесса. Не в коем случае. Если у нас есть юные хоккеистки. Спортсменки тоже пройдены этапы. Вычеркиваем. Нет, почему, кстати, я так прикинул, у меня в основном как раз со спортсменками были взаимоотношения, потому что я сам очень много времени в спорте провел. Нет какого-то определенного типажа, на самом деле. Я не знаю, кто создает эти типажи и как оно происходит, потому что если сравнить все серьезные отношения, которые у меня были, абсолютно никто друг на друга не похож внешне. Внутренне морально, да, я понимаю, какие у меня проблемы в голове и на какой типаж женщина меня ценит, но внешне нет, внешне абсолютно девочки друг на друга не похожи. А на тебя нет репродуктивного давления, кроме Кати? А что вот это такое? Рассказывай. Надо, надо... Когда детки будут, когда детки будут. Никто, и маму не звонит? Мне наоборот говорили, что типа до 30 надо погулять, потом женишься. Ты гуляешь лишних 3 года. Что ты чувствуешь при этом? Еще не 3, пока еще нет, еще месяц до 3 лишних лет. Нет, да, конечно, хотелось бы семью. Я, если начинаю отношения, я сразу их начинаю для того, чтобы завести семью. Ну, то есть я не размениваюсь. И я вот, когда переехал в Москву, у меня там буквально через полгода начались отношения, я сделал предложение, мы разошлись. Вот сейчас эти отношения тоже, по идее, шли к логическому завершению, но тоже закончились, поэтому... Там сейчас в комментариях просто все... Он каждый раз встречается, чтобы жениться. Все наоборот, а он святой. Ну, слушай, каждый же свои цели преследует. Я хочу семью в ней. Прям вот хочется. А вот будешь ли ты приучать своих детей к чтению или написанию стихов? Не уверен, что я буду это делать. Во-первых, к написанию стихов точно нет. Это или будет дано им Богом, или не будет дано. А к чтению, само собой, но личным примером. Самый лучший вариант, личным примером. Если они будут видеть меня с книгой, что я не вылезаю с книг, то, скорее всего, они сами будут этим заниматься. Он говорит, папа на внимание не уделяет, ну и мы почитаем. Это не так работает, Катя расскажет. Нет, нет. Я просто каждое утро, выходя в сад, говорю ей, дай Джим на счастье лапу мне. А, да? И мы идем. Она говорит, что я же не собака, ну что ты такое? Такую лапу не видал я сроду. Нет, но меня батя очень интересно там к некоторым книгам подтолкнул, потому что мультикарлсон, который у нас был популярен в детстве, я его смотрел очень много, очень часто. Потом батя говорит, а ты знал, что Карлсон стреляла в пистолеты? Я такой, чего? Он как, ты не знал? Я говорю, а где это? В мультике этого нет. Он говорит, ну как, вот книжка тебе, 400 страниц, почитай. И я эту книгу просто уничтожил для того, чтобы найти, где там Карлсон действительно стрелял из пистолетика, бегал, и это было. Вот, ну, один из примеров, который очень хорошо работает для того, чтобы ребенка подтолкнуть к чтению книг. Ну, мне кажется, что мы раскрыли тебя как поэта. Раскрыли тебя как мужчину. Разве? А напишите в комментариях, раскрыли меня как мужчину или нет. Мне очень интересно просто. Ну, ты у нас и Геннадия был, и обратно от Митрия, по-моему, раскрыли. Обычно они там пишут эту душную уберите, которая блондинка мерзкая. Но в целом они могут... Они такое пишут? Да, они могут вместо этого написать про то, что мы не раскрыли тебя как мужчину. Как вариант. Как вариант, да. И это из-за нее вот этой мерзкой блондинки душной, которая... Не видел, кстати, ни одного такого комментария. Я смотрел выпуски. Где? Я не так вижу. Когда они тебе в личку пишут, Катюша? А ты думаешь, что это да? Катя, ты смс-ки от мамы. Ты опять спутаешь. Ну, окей. Подожди, у меня осталась последняя просьба. А ты можешь сочинить пару строк сейчас, используя название нашего подкаста? Про тебя? Да. Лишь про тебя. Рассветы и туманы про тебя. Сочинить, а не процитировать. Давай подумаем, что можно. Придумала, если что. Да? Это скорее хохма. Ну да, это что-то на частушку больше похож. Но под подкастом про тебя напиши коммент любя. Друзья, вот. Поэтому я занимаюсь стендапом. А, если так, тогда хорошо. Ты его расслабила, сейчас могла бы помолчать. Так. На чем я часто теребя, я много думал про тебя. Ты победил, понимаешь? Это тот момент, когда ты действуешь от запроса аудитории. Ты сейчас сломался в секунду. Да? Ты секунду назад был другим. Мы вот это должны убить. Мы просто начали смеяться, поэтому у меня мысли не в ту сторону пошли. Ну не все смеялись. Ты повел сейчас вот на один этот комментарий. Так, твоя очередь. Да не могу еще раз. Давай что-то серьезное. Что-то серьезное? Да. Давай. Давай. Судные клетки себя истребят. Целые сутки писал про тебя. Я истязал себя, испепелял. Звездное небо корил я и клял. Честно доверившись ветру в руну, через решетку плевал я в луну. Как без добычи гнездо истребят, сутки я после мечтал про тебя. Холод подушки ломал и душил. Телом твоим бы ее надушить, чтобы лишенный рассудка ума, крепче иконы ее прижимал. Эти мучения я съев и стерпя, сутки еще вспоминал про тебя. Стены считая одну за одной, я как болванчик ходил заводной по коридору от окон к дверям, где потерял я тебя, проверял. Сутки какие зубами скрипя, я продолжал вспоминать про тебя, шрам рисуя в душе и на теле. Ближе к концу одинокой недели нервные клетки себя истребили. Вот бы меня так же сильно любили. Это из папки твоей малыхи? Я просто понять не могу. Ты писал заранее ему, что ли, что нужно будет стих про тебя? Как это работает? У меня без тебя там нервные клетки себя истребят. Целые сутки провел без тебя. Я вспомнил, что у меня есть... Потому что я искал рифму на тебя. Ну ее прям долго надо подбирать. Я вспомнил, что у меня есть тебя, и я просто нашел этот текст. А у тебя есть партия? Ну зачем? Нет, его же все знают, он достаточно... А мне очень нравится твое стихотворение про девушку, которая родилась будто не в свое время. Я, конечно, сейчас не смогу воспроизвести. Да. Вы среди них самое настоящее. Нет ненужной мышиной возни. Искренне улыбаетесь чаще, чем каждая из них. На модной клубно-валютной бирже правила неизменно куплю, продам, а вы не приемлете светских пиршеств и громогласных дам. В бочке живущих от тренда до тренда об отпознании ваших широк. Моем, кюри, диалектика, рембрандт, да даже немецкий рок. Я окрестил бы вас белой вороной в обществе этих пернатых коллег. В поле пустынном цветущая крона красит пропащий век. Как занесло на гниющие сени женщину столь благородных эпох. Видимо, смилуясь нам во спасение, вас предоставил Бог. Через железные будние двери стану единственным проводником. Главное то, что я слепо уверен. Если не в вас, то в ком. И мы завершаем наш подкаст стихотворением про меня от Дмитрия Кравченко. Спасибо. И сегодня у нас в гостях был Дмитрий Кравченко. С вами была я, Оля Гульчак. Екатерина Безубова. Спасибо большое, что пригласили. Спасибо большое, что пришел. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok